Давайте тогда, сколько мы начнем. Все собрались, все собрались, да, иногда столик демонстрационный разбирают как сувенирный, да, и увозят отсюда непосредственно. Ну почему я попросила эту коробочку, потому что Артемис, название магазина Артемис Лукум, и вот эта коробочка 400 грамм, и она практически не болтается там ничего, она полная закладка, а уж какой Лукум, даже если здесь нет русского языка, английский, вы понимаете, там картинка такая наглядная, что уж точно. А уж попробовав, вы сами поймете, тарелочка с Лукумом стоит на той коробочке, которую вы пробуете. А цена? А цена вот здесь вот написано, цена, есть штрих-код на каждом товаре плюс минус 8 процентов. Цена зависит от товара, мама моя говорит, если везти только с орехами, потому что без ореха смысла нет, она говорит. Вот, дальше мы пойдем с вами, это халва, и она вот прямо сразу по правую руку, халва только кунжутная, а дальше есть какао, шоколад, инжир. Изюм, орехи, всевозможные орехи, либо чистые. Следующий момент, вот такая вот новинка, многие пробовали сладкую вату турецкую, да, султанская халва, а сейчас еще вот такие вот конфеты в шоколадном варианте, ну как бы шоколадной отделкой. Но про султанскую халву так скажу, если вы предлагаете, если шоколад еще сохраняет, а если просто вот вы вот эту вот сладкую вату купили, больше ничего не предлагайте своим гостям. Почему? Ее надо уничтожить в раз. Она маленькая коробочка, она очень легкая эта коробочка, которая вот ваткой вот этой, она набирает влажность, она теряет все свои качества, поэтому только на один раз. Теперь, инжир, он тоже здесь предлагается, это как символ региона. Теперь следующий вариант. Луком, коншут, пешмани, пешмани называется, это султанская халва, и как ваткой шоколадной, если вы берете 10, любой один, то вы берете в подарок. Вот такая вот акция есть. Все, с этим закончено. Следующий момент по продуктам. Масло, которое здесь есть, оно только холодного отжима, разное, просто стекло, либо картон, литр, либо пол. Это вы сами смотрите. Следующий момент. Вот, а, ну, гранатовый соус вообще предлагать не надо, потому что вы все знаете, это вы сразу определяете. Вот, вот это вот я вам скажу. Я не советую. Вот это вот, уже нагляднее. Это не надо вам. Почему? Потому что это химия. Да, это предлагается на каждом углу, в каждом хамаме, там, или еще куда-то, в каждом магазине. Но, если у вас есть друзья, либо родственники, которых вы хотите отпадить от своего дома, возьмите одну коробочку и поите их регулярно. Вот. А вот это вот, вот так вот выглядит натуральный продукт. Что-то вы можете сами насушить, как яблоки, да? Что-то вы приобретете, то, что вам нравится. Вот они натуральные продукты, они вам вот так вот видны. Вот это вот, красивая сувенирная коробочка. Черный чай, туристический чай, так же выглядит, как кофейный вариант, и они вот там, там, в конце. Как сувенирный вариант, скажем. То есть, не на каждый день заварка, а вот именно как подарочек такой вы привезли. Просто красивый вариант. Ну, а дальше, в принципе, уже начинается обильная, то есть, еда у нас вот так вот, да, вся сладкая. А вот здесь вот получается, и вот здесь вот. Масла, кстати, туда. Это вот уже косметическая серия. Из косметики есть шампуни, маски для волос, масла. Вот эта розовая вода, многие нравится. Настоящая на розах, на лепесточках настояная. Безалкогольная, как тоника вы можете, и как ароматизатор, да, для рук. Вот они вот такие вот. Ульверизатором, без кульверизатора. А что я должна вам предложить, чтобы вы правильно делали, Александр? Настоящее оливковое масло, адонированное кислородом. То есть, это косметика и лекарства в вашей аптечке. Вот такая вот аннотация. Это при изъянах на кожу вы можете наносить, потому что пульверизатор, вот она бутылочка, пульверизатор. Поэтому очень нежное, то есть, очень малое количество. Вы используете аннотации на русском языке. Я бы иначе не стала вам говорить. Вот, поэтому вы можете вспоминать, о чем это все есть. Но, вот самое главное, если капельку оливкового масла ежедневно втирать в изъян на коже, он исчезнет. Вот основной смысл оливкового масла. А потом вот эти трещины бывают, да. Не знаешь, чем их лечить. Масло, натуральное масло. Но оно адмонированное кислородом, поэтому менее жирное и более обогащенное. То есть, поэтому оно как бы, как лекарство и косметика. Вы можете капельку своего крема, да, с этим маслом, с этим улучшить качество. Даже детишкам под подгузники при опрелостях, по краскинях уже, вот, да, это можно вылечить. Вот таким вот образом. Есть такое же масло органа. Такое же, да, сказал, ну, просто масло органа. Надо сказать, орган здесь не растет. Поэтому его и цена в два раза. Поэтому в Турции я его пропагандировать, но никак не могу. То есть, это не местный продукт. Но, если вдруг вы хотели и слышали, когда-то, пожалуйста. А вот женщина в Турции, женщина в Турции, вернее, все женщины в Турции пользуются зверобойным маслом. Вот это зверобой, конторонный смысл. В принципе, мы чай заварим, да, как простудный, противовоспалительный момент. Масло зверобой, в принципе, теми же свойствами обладает. И женщины всегда на лицо. Именно против воспалений, против покраснений, против солнечных. И для питания. То есть, зверобойная натуральная вышинка зверобойного масла. Все остальные масла, не могу сказать, новинка этого года, это инжир. Но оно очень дорого стоит. Ну, сами понимаете. Что еще просто покажу из собственного. И могу посоветовать, потому что выгодно. Женщины, милые наши, да, в салоны мы любим уже ходить. И это лучшее, что у нас стоит, это голодая масла. Сколько стоит сиам, все знают. Сколько выглядит, как она выглядит. Вот они там, тюбики стоят открытые, поэтому... В граммах забыла я. 150 миллилитров. Поэтому тюбик приличный. То есть, сколько посещений салона вы можете сэкономить. Наносится пленка, подсыхается, сдирается, сияние, поры очищаются, подтягиваются, мешки под глазами черные. Если хотите пойти завтра после трудовой недели на какой-нибудь банкет, на какое-то мероприятие, хотите выглядеть во всей красе, это ваше спасение. Даже если нет мероприятия, вы хотите периодически обновлять себя и улучшить раз в неделю, раз в две недели. Ее не надо делать каждый день. Вот такая вот золотая масла, рекомендую. И что еще рекомендую, вот из кремов. Крема для лица, они питательные. Нет отличия на увлажняющий, питающий. На ночной, на дневник. Нет, на самом деле. Вот. Для более зрелой такой кошек. Вышемка конского каштана. Знаете тоже. Особенно если в холодный период времени, то есть, когда цыпки появляются, когда вот покраснение от холодов, именно для вас, от воздействия ветра вот этого особенно холода. Это конский каштан. Более, более широкого применения. Черный тьмин и такое ощущение, что его разобрали. Да, нет, это инжи. А, вот, наверное. Нет, это массаж. А его нет. А как коробочка, какого цвета? Белая коробочка и черный, черный тьмин знаете, в принципе, на массу черного тьма, но разобрали, съели, говорю уже, разобрали. Да, я могу порекомендовать инжир. Инжир, вот мы смотрели. Инжир. Просто, это очень хорошее. Натурный тьмин был похож, похож по составу, но меньше по цене, то есть, более выгодной цене. Вот. А так, для молодой кожи анимон. Календула, в принципе, вам известная календула. Вот. И что уже с сегодняшним днем мы можем получить. Да, если вот кто-то еще для волос, могу так просто порекомендовать. Орган, я бы сказала, что не это продукты, но вот для волос это лучшая среда. Если вы хотите экспресс-метод для волос, то масло органа наносим, полотенцем замотались, через час пошли в ванну. Это будет восстанавливающее питание средства. Вот, наверное, и все. Если уже кому-то индивидуально...